Диана Шилова Казанский федеральный университет все вместе с МГУ запускают проект. В Казанском федеральном университете завершается прием документов. В следующем сюжете ты узнаешь, какой институт считается более востребованным, по мнению абитуриентов, а также какого числа ждать первую и вторую волну поступивших. Смотрим. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано 62,5 тысячи документов, включая филиалы и все формы обучения. По оригиналам подано более 9 тысяч оригиналов. При плане бюджетного приема 4980 бюджетных мест. То есть достаточно интенсивная идет работа в приемной комиссии. И что отрадно абитуриенты активно сдают документы свои. Видим стремление и желание поступать к нам учиться в Казанский федеральный университет. В институт управления экономики и финансов подано больше всего оригиналов, а следовательно там самый высокий конкурс на поступление. 16,5 человек на место. До окончания работы приемной комиссии Казанского федерального университета остаются считанные дни. Сейчас идет очень активный процесс смены направлений. То есть в основном сейчас несут ребята оригиналы свои. Ежедневно в день мы принимаем где-то в чистом остатке это 350 оригиналов. В день к нам поступает. До 1 августа абитуриентов, подавших свои заявления в Казанский университет, еще есть возможность принести свои оригиналы. 3 августа будет первый приказ о зачислении. Это 80% от всех бюджетных мест, которыми располагает Казанский федеральный университет. 20% мы оставляем для тех, которые попадут во вторую волну, которые не смогли сразу сориентироваться, куда они поступают, и чуть позже поднесут свои оригиналы. У них срок подачи оригиналов до 6 августа, до 18 и 8 августа выйдет приказ второй волны, где уже окончательно закроем бюджетный прием. Отрадно отметить, что в этом году в Казанский федеральный поступают 14 ребят, у которых сумма наивысшее количество баллов по ЕГЭ. Мало того, что по 100 баллов у них по каждому предмету, еще есть индивидуальные достижения, то есть у них и аттестат с отличием, и золотой значок ГТО, и конкурсная ситуация на бюджете достаточно высокая. Поэтому очень жесткий конкурс на бюджетные места в этом году. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. А мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы абитуриента. Все, что касается заселения и проживания в общежитии, в нашем следующем сюжете. Заселение иногородних студентов первого курса в деревню Универсиады будет проходить с 24 по 29 августа. Всем нуждающимся иногородним студентам Казанского федерального университета первого курса очной формы обучения представляется койко-место в общежитии университета. Общежитием обеспечивается 100% первокурсников иногородних, которые нуждаются в общежитии. Они будут жить в наших студгородках. Количество мест студенческих общежитий – это 13,5 тысяч всего. И мы имеем возможность 100% обеспечить нуждающихся в общежитии. На каждого человека приходится 8-9 квадратных метров, что существенно выше минимальных стандартов, установленных для общежитий российских вузов. Комнаты в домах студентов 2-3-4 местные. В деревне Универсиады уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. График заселения в общежитии вывесен сейчас уже на сайте, на сайте приемной комиссии. И вы можете посмотреть, сориентироваться, выбрать день, в который будет заселяться именно тот институт, куда поступает ваш ребенок. Приехать в соответствии с тем временем, который там указан, на инструктаж на заселение в общежитии и на распределение места. Иногородним студентам для заселения в общежитии необходимо иметь при себе перечень документов. Перечень этих документов можно найти на официальном сайте Казанского федерального университета в разделе «Документы и бланки». Арина Михайлова, Универньюз. Хемоинформатика молекулярное моделирование является уникальным, первым и единственным в России проектом. Более того, он признан одной из трех магистратур во всем мире. И результаты не заставили себя долго ждать. Какие же лекарства создают казанские ученые и почему они смогут заменить дорогостоящие антибиотики, удалось выяснить Аделе Шмеловой. Университетские ученые продолжают вести поиск потенциальных лекарств из бесчисленного множества химических соединений. Постигают это искусство в химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального. В России подобных магистратур еще не было. Хемоинформатика это наука, позволяющая разработать предсказательные модели, то есть математические модели, предсказывающие поведение еще не синтезированных соединений. Какие у них будут биологические, физические или химические свойства на основании анализа существующих данных по уже известным молекулам. Из сотен тысяч кандидатов в лекарства до рынка доходят лишь единицы. Основная причина заключается в том, что традиционные методы создания лекарств довольно долгие и затратные. Но хемоинформатика, которую активно развивают в Казанском федеральном, не только помогает выбрать потенциальные лекарства, но и не вкладывать большие денежные средства в лабораторные исследования. А потому неудивительно, что специалистов этого профиля, как говорится, отрывают с руками. В рамках данной программы не только готовят специалистов по фармацевтике, но и создают новые лекарства для медицины и ветеринарии. Пока ВУЗ делает упор на ветеринарию, университетские ученые разрабатывают лекарства от патогенной микрофлоры. На основе биомиметического подхода, например, это подражание природе. То есть природе вот есть эти структурные фрагменты, которые приводят к наличию высокой биологической активности. Бурная научная жизнь кипит в стенах химического института КФУ на протяжении уже двух веков. Более того, легендарная химическая школа получила новый импульс благодаря открытиям младых ученых, которые уже связали свою жизнь с наукой. Так что можно быть абсолютно уверенным, что Казанский федеральный уже стоит на пороге новых открытий мирового значения. Ведь ученые-энтузиасты в нашей стране еще не перевелись. Аделя Шмилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Они ничего не читают. Это жалобы на современных детей и подростков можно услышать от педагогов и от родителей. КФУ совместно с МГО разработал проект о том, как же научить детей любить читать. Многих родителей и педагогов волнует вопрос, почему современные дети мало читают. Причина называется несколько ускорение темпа жизни, получение информации из интернета, наличие возможности в любое время организовать просмотр фильмов и тому подобное. Также многие детские психологи ссылаются на то, что и современные родители тоже перестали читать книги. Казанский федеральный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова вместе создают проект о том, как же научить детей любить читать. Наша страна была самой читающей страной. Читали и взрослые, читали и дети. Дети засыпали с книжками на руках. Сегодня ситуация иная. Научно-технический прогресс, компьютерные технологии, компьютерные игры сделали так, что вытеснили книгу из детского мира. И это очень беспокоит президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И под его патронажем сейчас создается концепция детского чтения. В ней участвуют Московский государственный университет, Казанский федеральный университет и ряд ведущих университетов нашей страны. Люди перестают мыслить, когда прекращают читать. И это, безусловно, правда. Без чтения ребенок не расширяет свое запознание, не нагружает мост так, как нужно было бы. Все благодаря тому, что книги обучают культуре ума, принуждают глубже мыслить, тенируют внимание, наполняют память и дисциплинируют ум. Это будет совершенно новый список текстов. И в этих списках будет как классическая литература, так и современная литература. Кроме того, эта концепция будет разрабатывать и методику, методологию, технологии современного чтения. Потому что мы понимаем, что ребенок сегодня читает с планшета, что он уже рождается, умея работать за компьютером. И поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы ребенок читал бумажный вариант книги. Совсем скоро на нашем телеканале выйдет цикл передач, присвященных тому, как же научить ребенка любить читать. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюс. В восьмом учебном здании Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева состоялась презентация уникального проекта – победителя конкурса по созданию концепции интерактивного музея техники внутри самолета ТУ-144, установленного в кампусе ВУЗа. Интерактивный музей науки, который, я уверена, станет центром музейного дела и привлечет специалистов именно этого направления. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым моментом лета. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok